Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На самых точных часах Евгения Гирча 9.01. Я думаю, что нам нужно начинать, потому что у нас очень много интересных выступлений. Я надеюсь, что наше сегодняшнее обсуждение будет полезно всем нам. Тема нашего круглого стола – это конкурентоспособная экономика Новосибирской области. Мы объединяем три рабочие группы, которые, начиная с конца прошлого года, рассматривали вопросы в целом макроэкономических показателей развития экономики, развития промышленного потенциала, инновационного потенциала. И вот сегодня мы работаем все вместе. После нашего круглого стола у нас будет пленарная сессия, на которой будут выступать представители нашего круглого стола и двух других круглых столов, которые рассматривают вопросы развития человечества, капитала и формирования среды обитания. Клинарное заседание начнется у нас с вами после перерыва, поэтому предлагаю сегодня всем выступающим очень оперативно донести до всех свои главные постулаты. Желательно рекламировать выступление до семи минут. Можно выступать с места, можно выступать с трибуны. Презентация приветствуется. Все материалы будут размещены на сайте Технокома, а также на сайте Министерства экономического развития. И они будут доступны всем желающим. Как модератор я подготовила ряд слайдов, которые характеризуют и те материалы, которые уже разработаны в ходе подготовки стратегии, а также наше видение того, что характеризует экономику Новосибирской области. Поэтому я начну наше заседание. По стратегии социально-экономического развития, на наш взгляд, самое важное, это не концентрироваться на тех проблемах, которые у нас есть сейчас. Нужно увидеть те проблемы и те задачи, которые встанут перед нами завтра. И именно их решение должно быть найдено при разработке стратегии. Новосибирская область это важный регион. Мы для себя сделали такие основные заметки. Я не буду на них останавливаться. Но мы с вами действительно понимаем, какие возможности у нас есть и какие вызовы перед нами стоят. Мы помним те наши основные выводы, сделанные в процессе практически восьмимесячной работы этого года. То есть мы для себя определили стратегические приоритеты. Главное наше преимущество это человек. Поэтому нам нужно создать для него, с одной стороны, комфортную среду обитания и возможности для развития индивидуальных особенностей каждой личности. А также создать конкурентоспособную экономику, в которой он может найти возможности для реализации своего потенциала интеллектуального. Мы безусловно себя это написали кратко так. Это уникальная инновационная экосистема региона, лучший полигон для внедрения инноваций. Это не только Академгородок, это не только Вектор, но это и те новые инструменты, которые мы воплотили с вами в жизнь. То есть это наши технопарки, это наши парковые проекты, это все, что создает синергию конкретно по Новосибирской области. Основные выводы экономики знаний на завоих все-таки это ускорение технологического развития. Ведущий тренд сжатия инновационного цикла и глобализация рынков инвестиций, труда и идей. Именно это мы должны с вами учитывать, работая над стратегией. Здесь они расшифрованы, более подробно не буду на этом останавливаться. Это тот слайд, на котором мы сравнили экономику Новосибирской области и других ведущих регионов Российской Федерации. Что мы здесь с вами видим? Мы очень близко находимся к Санкт-Петербургу, по уровню развития того сектора, который мы считаем ведущим. Это безусловно наука, это информационные технологии, это безусловно новая промышленность. Как сейчас говорят, промышленность 4.0, она может развиваться в Новосибирской области. Это безусловно транспорт и логистика, и это то, что можно назвать новой экономикой системы знаний, образования, культуры. То есть то, что тоже может стать драйвером в Новосибирской области. Очень важно для нас с вами сравниться с экономиками развитых стран. Вот тут тезис глобализации не должен оставаться для нас просто мертвым тезисом. Это то, что должно нас заставлять все время сравнивать себя и понимать, в каком направлении нам нужно развиваться. Мы привели здесь данные по тем странам, которые в настоящее время считаются наиболее эмоционными, чтобы мы с вами понимали. Чтобы просто говорить о том, что нужно, чтобы промышленность у нас была 25% лета, самое важное, это не главное. Нужно, чтобы наша экономика развивала все те преимущества, которые у нее есть, в том числе и транспорт, и логистику, и оптовую торговлю, науку, образование, здравоохранение. То есть это наши преимущества. И комплексно нужно рассматривать именно все эти направления. Мы для себя сформулировали, каким образом, какими темпами могут развиваться показатели важнейшие, которые характеризуют экономику, да, вот валовый региональный продукт. Посмотрите, пожалуйста, на третьих вариантах, насколько сильно они отличаются друг от друга. И что самое главное, это не произойдет автоматически. Это требует от нас с вами целенаправленных действий, чтобы эти темпы обеспечить. Значит, валовый региональный продукт – это обобщающий показатель. Помимо этого, есть еще и другие показатели. Они также разработаны по трем вариантам и также требуют своего осмысления. Региональный проект цифрового развития. Команда региона, которая сейчас соревнуется с другими регионами Сибирского федерального округа. У нас будет пятый этап. Это уже в октябре, когда мы должны будем разрабатывать и утверждать свой проект. Вот мы его назвали «Цифровая трансформация Новосибирской области». То есть мы понимаем, насколько это важно. Эта цифровая трансформация – это не просто внедрение программного обеспечения. Это полная перестройка всего экономического развития Новосибирской области. И это намного сложнее, чем просто купить новую программу, установить компьютеры и даже обучить людей. Мы видим, что это должно идти в разных направлениях, на разных уровнях. Причем это касается и органов государственной власти, и всех субъектов экономики. И это и есть и умная ЖКХ, и цифровые услуги в сфере образования, здравоохранения, и цифровая инфраструктура. И подчеркиваю, это полная перестройка всех этих сфер деятельности. Что еще для нас принципиально важно, это мы для себя определили, каким образом могут выглядеть наши сферы деятельности, каков может быть их вклад в валовый региональный продукт. Вот специально красным выделено, что валовый региональный продукт увеличится в два раза. И поэтому то увеличение доли в валовом региональных продуктов в секторах экономики, которые мы здесь выделили, оно должно происходить при этом массовом увеличении самого объема. Обратите внимание, вот в скобочках показана доля обрабатывающей промышленности. То есть в целом промышленное производство 21,5%, в том числе обрабатывающие, это 17%. Безусловно, кур продолжает развиваться и транспорт, и логистика. Это важное направление. Будет развиваться наука, образование, и доля также увеличивается, здравоохранение. И это, на наш взгляд, позволит сделать экономику Новосибирской области наиболее близкой к экономике тех развитых стран, о которых я уже говорила. Вот по образованию, по здравоохранению определены основные направления их изменений и трансформации. Слайд, который характеризует, как изменится численность населения Новосибирской области, то есть это более трех миллионов человек к 2030 году и ожидаемой продолжительной жизни 80 лет. То есть это соответствует показателям указа президента. И вот то, что у нас численность превысит 3 миллиона человек, это не только наш прогноз. Когда мы смотрели материалы стратегии пространственного развития Российской Федерации, подготовленные Министерством экономического развития Российской Федерации, вот там эта цифра еще больше превышает нашу цифру. И точно так же та специфика, которую мы отмечаем у Новосибирской области, она нашла отражение и стратегии пространственного развития Российской Федерации. То есть наши взгляды на это совпадают. То есть от нас вклад в экономику России ждут как раз по тем направлениям, о которых я говорила. Поэтому и сегодняшние докладчики, которых мы пригласили к участию, они будут рассказывать каждый о том секторе, который мы считаем приоритетными для экономики Новосибирской области. Благодарю за внимание и продолжаем нашу работу. Мы пригласили выступить на нашем круглом столе Алексея Николаевича Праздничных, нашего партнера Stratogy Partners Group, который даст внешнюю оценку Новосибирской области, как это видится из Москвы и как это видится с учетом того международного опыта, который у Stratogy есть. Коллеги, доброе утро. Да, я постараюсь очень коротко представить наш такой внешний взгляд на то, что происходит в регионе. Большое спасибо за то, что пригласили нас участвовать в разработке стратегии развития региона. Коллеги, буквально очень коротко. Ну, если говорить о стратегии, продолжая то, что начала говорить Ольга Витальевна, стратегия всегда это два вопроса. Это как побороть некоторые самые ключевые проблемы, в первую очередь в краткосрочной, среднесрочной перспективе, и как воспользоваться новыми возможностями, которые открываются на национальном и международном уровне. Поэтому здесь, коллеги, очень коротко представлены некоторые ключевые аспекты вызовов и возможностей для конкурентоспособности экономики Новосибирской области. Хочу сказать, что это в большей степени не наши какие-то собственные оценки. Была достаточно активная работа с ключевыми компаниями, с региональной администрацией и так далее. Поэтому здесь просто на слайде видно, я не буду это повторять. В любом случае, о чем говорит этот рисунок, что несмотря на достаточно такие серьезные проблемы, ограничения, которые существуют, баланс в сторону новых возможностей. И, несмотря на сложности нашего времени, перед Новосибирской областью открываются достаточно большие рыночные возможности для ускоренного экономического развития. Коллеги, с точки зрения проблем, я бы, может быть, в первую очередь хотел бы обратить внимание на одну из ключевых проблем, которые часто задаваются. Но на самом деле это мог быть один из ключевых аспектов – это доступность финансирования. В общем, если говорить о тех ограничениях, которые существуют, в общем, доступность финансирования для развития бизнеса, для реализации перспективных проектов – это одна из ключевых проблем. Здесь просто показаны результаты, как Новосибирская область, с точки зрения мнений компании, выглядит по доступности финансовых ресурсов на фоне других российских регионов и на фоне других стран. Здесь показаны несколько специально типовых регионов и большое количество европейских стран. Эти данные на базе опроса компаний в Европе и, соответственно, Новосибирске. То есть я хотел бы сказать, что доступность финансирования – это, в общем, одна из ключевых задач, ключевых проблем. Коллеги, вторая часть, на которой я хотел бы очень коротко остановиться, в любом случае конкурентоспособная экономика – это, в первую очередь, конкурентоспособный кластер и фокус на ключевые драйверы развития. Поэтому наш анализ, собственно, опять же, беседы, обсуждения позволили нам сформулировать следующее видение. Видели таких 12 ключевых отраслевых кластеров или секторов, которые, на наш взгляд, в среднесрочной, долгосрочной перспективе могут обеспечить ускоренное развитие. И здесь, в этом смысле, Новосибирская область, у нее в чем-то уникальные позиции. Если посмотреть на структуру отраслей, то количество перспективных кластеров в Новосибирской области, ну, если сравнивать с другими регионами, ну, наверное, наибольшее количество экономик очень диверсифицированное. Поэтому существуют кластеры разного типа. Это и традиционные производственные сектора, это и сектора, связанные с услугами инфраструктуры, и это сектора, связанные с инновационной экономикой и так далее. Коллеги, следующий очень важный вопрос, и мне кажется, в этом одна из ключевых развивок с точки зрения конкурентоспособности, это на чем делать фокус с точки зрения государственной политики? На поддержке вот этих, скажем, приоритетных секторов или поиск, выделение таких общесистемных мер, которые будут способствовать развитию всех секторов, поэтому наш анализ показывает, что в среднесрочной перспективе, в рамках стратегии, ну, необходимо сконцентрироваться в таких пяти ключевых сферах, которые, на наш взгляд, позволят ускоренно развиваться всем другим секторам. Первое, все, что связано с компетенциями компании. Очень сложная тема, но новые вызовы и возможности, связанные с выходом на зарубежные рынки, это требует еще на нового уровня компетенции у руководителей компании. Вот здесь, к сожалению, роль администрации достаточно ограничена, но работая вместе, повышая уровень конкурентоспособности бизнеса, это все-таки очень важная такая центральная задача. Второй очень важный момент, мы называем это доступ рынку. Последние, может быть, 10 лет важным фактором развития было привлечение иностранных инвестиций. Мы видели, что многие регионы, которые добились успеха, Калужская область и так далее, выиграли за счет этого. К сожалению, время этих возможностей в полной мере, наверное, прошло, поэтому для регионов новая дисциплина, которую нужно освоить, это интеграция в международные отраслевые цепочки и экспорт. Кто быстрее освоит эту дисциплину и добьется результатов, тот выиграет с точки зрения экономического развития. Третья часть, как я уже говорил, это все, что связано с доступностью финансирования и так далее. Следующее, все, что связано с кадрами компетенции. И последнее, все, что связано с наукой и технологиями. Да, мы знаем, что Новосибирск область очень богата инновационным потенциалом и так далее, но сейчас настало время соединить инновации в промышленности с научным потенциалом, который создан в регионе. К сожалению, этот разрыв на протяжении десятилетий остается достаточно высоким, поэтому необходимо его, скажем, сократить. Коллеги, и буквально несколько тезисов, просто несколько данных по поводу того, что существует большой потенциал в плане экспорта. Здесь Новосибирск область проигрывается, честно, другим регионам. И последний тезис я хотел бы сказать, что в плане экспорта также огромные перспективы для экспорта социальных секторов, образования, здравоохранения. На этом слайде просто показана сравнительная стоимость некоторых стандартов медицинских операций в Новосибирске по сравнению с развитыми развивающими странами. То есть мы видим с точки зрения конкурентоспособности огромный потенциал. Коллеги, и в заключении, опять же, так бы будущее, оно не предопределено, слишком много неопределенностей. Поэтому, когда мы говорим о прогнозе, важно говорить о сценариях. У нас немножечко другой взгляд на сценарий. Мы подходим к сценариям следующим образом. В плане сценариев мы выделяем ключевые драйверы, которые влияют на развитие региона и которые мы не можем точно предсказать. И вот, собственно говоря, если говорить о Новосибирской области, мы видим, что два ключевых аспекта определяют экономические результаты. Это насколько будет высока доступность инвестиционной активности экономики и насколько регион сможет интегрироваться в международную экономику и использовать этот глобальный потенциал. Поэтому в рамках нашего анализа подготовили, сделали эконометрическую модель в каждом из этих четырех сценариев. Понятно, мы ориентируемся на самый амбициозный сценарий. Здесь показаны некоторые цифры, но в этом смысле мы очень хорошо совпадаем также вот с этим инновационным сценарием, который подготовлен Министерством экономики и так далее. То есть ВВП должен вырасти как минимум в два раза. За последние 10 лет он вырос порядка на 30%. Соответственно, производительность должна расти очень высокими темпами, не менее 5%. Ну и, соответственно, другие очень такие важные амбициозные цели. Поэтому, коллеги, как я уже сказал, будущее, оно в некотором смысле не очень предсказуемое, но на наш взгляд у региона однозначно есть очень много возможностей, поэтому я бы сказал, умные деньги и глобальные возможности выход на глобальные рынки это два ключевых таких слов, ключевых приоритета, которые должны быть в основе стратегии. Спасибо. Спасибо, Алиска Николаевич. Следующее слово хочу предоставить Евгению Кирченкоевичу, который, на мой взгляд, откроет нам взгляд на небо и наше будущее. Я сам, да. Спасибо большое, Ольга Витальевна. Я хотел бы перед выступлением две вещи сказать. Первое, у нас абсолютно не было рапорта Толмачева подготовки к этому форуму, к этой конференции, потому что нас предупредили буквально за два дня, но тема хорошо понятная для нас, мы над ней постоянно работаем, поэтому, в общем-то, и достаточно приятно было готовиться участвовать в этой форуме. Второе, я буду говорить достаточно банальные сейчас вещи, может быть, даже для кого-то очень скучно, но банальность – это, по сути, уставшая правда, той правдой, которой мы занимаемся достаточно давно. и не только мы. Я хотел бы, значит, вот с этого слайда, я думаю, его комментировать абсолютно не имеет никакого смысла. Мы не сговаривались ни с Ольгой Витальевной, ни тем более с нашим президентом, что действительно главная задача отечественной экономики – уход от сырьевой зависимости при одновременном сохранении окружающей среды. Большой плюс Новосибирской области, что она никогда не сидела на игле сырьевой экономики, поэтому вот с такой медицинской терминологией тоже извиняюсь. Процесс ворки, процесс реструктуризации перехода к другой экономике Новосибирской области не грозит. Что будет востребовано он товаром в ближайшее время? В развитых странах 93% времени движение товаров от источников сырья до конечного потребителя расходуется на его прохождение по различным каналам снабжения сбыта, то есть на логистические операции. Поэтому мы считаем, что основным товаром в ближайшем будет время перемещения информации, время перемещения продукции для авиации, как одного из самых современных видов транспорта, безусловно, это воздух. Далеко за примерами ходить не нужно. Мы имеем пример Дубай, который в начале своего экономического развития имел очень большую сырьевую зависимость. В результате объединенные Арабские Эмираты взяли за основной тренд развития авиационный комплекс транспортно-логистические операции, туризм, шоппинг. В результате гигантский рост пассажиропотока грузооборота и по сути вся экономика Дубая, объединенных Арабских Эмиратов, формируются за счет доходов от транспортно-логистических операций. В 2014 году Акспортэкономикс провел достаточно серьезное исследование экономики Дубая. Вы видите эти цифры, что вклад одного доллара в авиационную отрасль в аэропортовый хаб приводит к мультипликативному эффекту во всех отраслях, которых, в общем-то, достаточно в Объединенных Арабских Эмиратах. Сибирь, Новосибирская область, Новосибирск занимает уникальное географическое положение. Действительно, у нас сейчас основной треугольник финансово-экономических связей Азия-Европа-Америка. И так получилось, что мы находимся точно в середине этого треугольника. Поэтому основная задача Новосибирской области, по сути, она с одной стороны простая, но с другой стороны она требует большого творчества. Это конвертация экономического положения в экономический результат деньги. Воздушный шелковый путь. То, чем мы активно занимаемся несколько уже лет, стал нетеоретическим понятием, уже десятки тысяч самолетов пролетает над Новосибирском, используя воздушное пространство Российской Федерации из Юго-Восточной Азии, Китая в Европу, из Европы в Китай. При этом более двух тысяч этих самолетов, а это тяжелые самолеты с грузом. Каждый самолет везет больше 100 тонн груза, совершает посадку в аэропорту Толмачева для обслуживания, для уже некоторых и логистических операций. То есть это уже на самом деле работает, и мы видим за этим действительно реально большое будущее Новосибирска и Новосибирской области. Это наш потенциал. Вот видно, как летят сейчас самолеты из Юго-Восточной Азии в Европу и в Америке. Основные авиационные транспортные потоки сейчас проходят как раз через Аравийский полуостров. Причем по автодроме это не самый короткий участок. Если они пойдут через Россию, пойдут через Новосибирск, то путь сокращается на полторы-две тысячи километров. Вот это наш реальный потенциал развития экономики Новосибирской области. В России, я думаю, значительно больше, чем два центра. Есть культурный центр, еще много центров, но мы для себя выделяем два центра. Безусловно, Москва это центр административной и политической логистики, а вот Новосибирск имеет все шансы стать центром транспортной логистики. И не только в части авиационного транспорта. По воздушному транспорту. За шесть лет нам удалось более чем удвоить пассажиропоток. Такие же цифры даже еще лучше по грузовому обороту, по рынку технических посадок. И что для нас самое главное, не абсолютный пассажиропоток, а его качество. Доля трассерных пассажиров, то есть те самые пассажиры, которые создают экономику и Дубай, которые прилетают в аэропорт, чтобы полететь дальше. Вот доля их в 2017 году, 20%, в 2018 году будет уже 22%. О чем это говорит? Что из 6 миллионов, миллион пассажиров прилетели сюда, чтобы лететь дальше. То есть авиационный хаб состоялся, он работает. Для примера, чтобы было понятно, мы по относительной доле трассерных пассажиров сейчас занимаем третье место после Шереметьево и Номагин. И у нас есть все шансы из-за географического положения эту долю значительно увеличить и занять лидирующие позиции. С базовым перевозчиком, с авиакомпанией СЭУН у нас действительно амбициозные цели. Половина пассажиропоток в 30-м году – это трансферный пассажиропоток. И мы достаточно серьезно уже сейчас над этим работаем. Карта полетов становится все больше, все плотнее. На карте появляется и Дальний Восток, Япония, как вы знаете, в этом году очень активно мы летаем в Китай, Южную Корею. Но на самом деле мы видим основной драйвер развития сейчас даже не Юго-Восточной Азии, а наш Дальний Восток. Дело в том, что программа государства заселить и развить Дальний Восток возможно только при обеспечении нормальной транспортной доступности. Я так понимал еще Столыков. И в нормальных тарифах для людей. Так вот, перевозка пассажиров через Новосибирск для пассажиров государства обходится значительно дешевле и выгоднее, чем субсидирование прибыль тарифов из Владивостока в Москву. Это уже доказано, это уже работает. И авиакомпания СЭЛА помимо одного рейса в день, который сейчас в Владивосток, в следующем году будет дополнительный рейс, два рейса в Владивосток. С Арафлотом это уже будет три рейса. В Якутии, скорее всего, будет пять рейсов в день. То есть мы осуществляем действительно массовые перевозки наших граждан с Дальнего Востока в европейскую часть России, обеспечивая транспортную доступность с Дальнего Востока. Поэтому мы считаем, что одна из основных стратегических целей Новосибирской области это действительно формирование области ТАБа по аналогии с Дубаями, чтобы действительно Новосибирск был бы среди основных центров логистики. При этом мы, безусловно, не умоляем и не хотели бы забирать пальму первенства у Новосибирска как научного центра. Но уважаемые ученые сами прекрасно понимают, что без обеспечения логистики научного центра тоже не будет. наука это связь, это коммуникация, это, как сейчас модно говорить, эванты, возможность коллегам спокойно приехать и самим улететь. Без авиационного ХАБа это невозможно, поэтому мы где-то заставляющие тоже научного центра, научного потенциала Новосибирска. Что для этого нужно, чтобы развился ХАБ? На самом деле достаточно простые вещи, нужна инфраструктура. Нужна инфраструктура авиации, нужна инфраструктура железных дорог, нужна инфраструктура автомобильных дорог. Нужна комфортная жизнь жителей Новосибирска, потому что, если говорить по аналогии с Дубаем, там что именно так? Комфорт жителей, комфорт гостей, инфраструктура, обеспечение транспортной логистики. Поэтому мы поддерживаем все областные программы, связанные с обеспечением транспортной доступности и аэропорта Томачева, и других транспортных центров. Это программа по глоберации, стратегия развития. И, конечно, основная просьба, чтобы развитие авиационного ХАБа вошло в стратегию развития Новосибирской области, и он не оказался закапсулированным одной улицей станционной. Спасибо. Пример небольшой. Не только мы это видим. Необходимость развития инфраструктуры и бизнеса в Новосибирске. Я вынужден отпроситься у Ольги Витальевны откланяться. Через час мы с Люфганзой открываем строительство совместного предприятия, крупнейшая фабрика по производству бортового питания за пределами Московского авиозла, 5000 квадратных метров, 16 тысяч рационов в сутки производительность, более 200 рабочих мест, инвестиции, наверное, небольшие, 560 миллионов рублей, краткие сроки строительства в течение года нужно торжественно открыть. А как вы знаете, наши акционеры открыли программу строительства нового терминала со всеми трансферными технологиями в порядке 15 миллиардов рублей, в два этапа. Первый этап – порядка 10 миллиардов рублей. Это уже более серьезная инвестиция, но об этом чуть похоже. Спасибо. Спасибо, Евгений Терчев. Я думаю, что все это согласно, и даже есть такой критерий при развитии наукополисов, что время в пути от аэропорта до соответствующего населенного пункта не должно превышать 30 минут. Так вот, мы к этому будем стремиться. Я думаю, что все присутствующие согласны, что новые возможности для бизнеса, в том числе аэропорт, создают всем. Это и грузоперевозки, и пассажироперевозки. Поэтому, Евгений Терчев, спасибо за предполагаемые инвестиции. Это нам тоже очень нужно. Хочу вернуться, я специально переставила выступление Евгения Терчев, потому что это действительно важное мероприятие, вернуться к общему взгляду на экономику Новосибирской области. Слово представляет Вячеславу Евгеньевичу Тереверстову, представителю Института экономики и в целом нашего саду. Пожалуйста, Вячеслава Евгеньевичу. Спасибо, Ольга Витальевна. Дорогие коллеги, я бы хотел в своем кроком выступлении остановиться на стратегических драйверах развития нашего региона. Но один из драйверов сейчас очень хорошо обозначен. Это на самом деле блестящий пример того, как мы развиваем это направление, которое было очень хорошо обозначено и во всех наших прошлых стратегических документах, и в стратегии, которые мы 10 лет назад разрабатывали. И видим, что это направление развивается без сомнения по очень хорошим документам. Второе. Ну, я думаю, что каждый из нас здесь согласен, что второй главный драйвер развития нашего региона наук и инноваций, я не буду об этом долго говорить, потому что все три дня, так сказать, мы об этом говорим здесь. Мы все прекрасно понимаем, что здесь роль нашего региона особая. И не мы сказали с вами, президент сказал такие слова, что Новосибирск это научная столица России, да, но назвался грузин, как говорится, полезай в кузов, да. Доказывай свою неспособность, доказывай, что мы на самом деле здесь лидеры. А и по большому счету такой пространственной концентрации науки, образования, бизнеса, как здесь мы имеем, нет больше в России. И по результативности, и по потенциалу, и так далее. Но этот драйвер, что мы только сегодня, что ли, так сказать, о нем говорим? Да нет, мы об этом говорили и в прошлой стратегии, и во всем других документах. Но надо прямо сказать, что это до сих пор были в существенной степени лозунги. В чем сейчас все-таки не везда момента, коллега? Но, опять-таки, вот этот драйвер, он, конечно, может реально сработать только тогда, когда будет обеспечена сильная интеграция основных игроков, науки, образования, власти и бизнеса. Вот этой интеграции до сих пор не было. Давайте признаемся, давайте признаемся, пока это был именно как потенциал. Поэтому, когда мы сейчас говорим об Академгородке 2.0, конечно, большие надежды, что вот эти механизмы удастся каким-то образом задействовать, так? Да, я оптимист по натуре, но, тем не менее, вижу здесь много подводных камней, и с точки зрения, в том числе того, как нам удастся все-таки позиционироваться в этой системе согласования решений, интересов различного уровня, различных игроков, корпораций и так далее, и так далее. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, я бы хотел сказать, сибирское деление Академии наук, оно предполагает, а это новое министерство науки и образования располагает. И я, коллеги, я хочу сказать, что на самом деле некоторые такие тревогные сигналчики уже в последнее время поступают. Ну, ладно, жизнь покажет. Второе. Да, это сейчас мы вынуждены будем работать в формате фактически ручного управления по реализации этого проекта, но мы должны будем готовы к очень неординарным решениям и не бояться выходить с предложениями, которые могут каким-то министерствам и конкретным лицам не понравиться. Второе. В чем отличие сегодняшнего момента от того, что, например, было 10 лет назад, когда мы стратегию вверху власти нашей разрабатывали? Сильная спрессованность времени. Кардинально меняется технология, кардинально меняется модели бизнеса, кардинально меняется сам бизнес, так? Поэтому мне кажется, что оценивать перспективу нашего развития, образ будущего с позиции нашего сегодняшнего, отраслевая структура, доля промышленности, ну, наверное, не так правильно. Тем более, через 12 лет будет абсолютно иная экономика, абсолютно иной образ жизни, абсолютно иное общество. Давайте посмотрим такие тенденции мировые, да? Кто знал о Алибабе, там, сколько-то лет назад? А по некоторым прогнозам, в 30-х годах, она будет седьмой экономикой мира. Бизнес уходит в онлайн, да? Начинаются совершенно новые формы организации и моделей бизнеса, платформы, экосистемы бизнеса. Много говорим о технологических платформах, но почему-то мало мы на этом форме говорим именно о новых экосистемах и платформах бизнеса, конечно, которые должны в первую очередь реализовываться у нас в регионе. И я считаю, что вот здесь как раз тот самый случай, когда область наша может быть в этом направлении одним из лидеров. Вот это цифровая экономика, это в первую очередь, как я говорю, это платформа и экосистема бизнеса. Это не просто цифровизация как таковая, это не просто умный город, не просто умные системы, интеллектуальные системы управления и так далее. Вот, поэтому, конечно, это важнейший драйвер, мы должны здесь работать очень неординарно, принимать ординарные решения и предлагать эти решения. Ну, опять, и Бога сейчас помню, значит, есть такое замечательное выражение, если хочешь, рассмешись с Богом, да, расскажи им о своих платах, да. Вот, я думаю, Бог в эти три дня очень сильно, так сказать, сильно, так сказать, это самое... Вячеслав Евгеньевич, я с вами согласна. Нет, но в то же время, Бога, так я нет, я не предваряющийся нет, да, но, говоря о будущем, о 30-м годе, конечно, мы должны поэтому очень-таки сильно амбициозные решения придумать. Пусть Бог смеется, в конце концов, но мы должны, по крайней мере, выработать, отработать очень первые тренды, в которые нам нужно попасть. Вот это принципиально важно. И с этой точки зрения, я могу, коллеги, три примера провести, как нужно и как не нужно было делать в свое время, и как нам эти ошибки не повторять. Вспомним начало 2000-х годов. У нас в области началось производство совершенно уникальных, своебойных молодых роботов. Вышло, Александр Ильич, подтвердить из науки это направление. Мы были абсолютным лидером по этому направлению, да, и ни одна из фирм других не могла нам в виде соперничей. Мы могли стать мировым лидером по производству таких молодых. А вот не сработало вместе в власти бизнес, корпоративные интересы и все остальное, этот минус ушел в начале Татарстан, а сейчас то ли в Китай, то ли в Корее. Мы потеряли это, потому что не сумели вовремя поддержать, не сумели вот этот тренд развить. Второе. В прошлой стратегии мы говорили о квастре электротехнического и электроэнергетического машиностроения. Учитывая специализацию нашего региона, то, что потенциал многих предприятий ТПЛС, тогда ли, был не растерян, да, была, кажется, возможность объединить их, интегрировать, да, взаимодополвить с тем, чтобы это был улучшен в России к власти. Я реализовался. Почему? А потому что предприятия, соответственно, решили жить в одиночку, и сейчас они благополучно в одиночку умирают. Далека не сумела некоторые свои дать предложения по тому, как этими новыми технологиями этот сегмент, так сказать, в общем-то, насытить. Я власть, она не подержала это направление. Это, надо прямо сказать, это была ошибка. Не потому, что мы, как разработчики стратегии, не угадали это. Я до сих пор убежден, что еще, кстати, не все потеряно. Это может быть просто. Но, с другой стороны, в этой стратегии мы не сумели предположить, что так бурно будет развиваться кластер высокотехнологичной медицины. Реально то направление, где мы сейчас являемся 100% один из российских людей. Отлично, что на этом форуме сейчас идет у нас это направление, да, и очень сильно развивается, по крайней мере, подгон тем сегментом, где мы являемся 100% не только российским, но где-то даже одним из мировых лидеров. Это кардиология, это ортопедия. Вот, вот те тренды, куда мы должны встраиваться. Но, вот я посмотрел, да, очень хорошие были презентации, совершенно правильно, слава не сказано, в некоторых новых направлениях, там кластеры предлагались. Но я не увидел, а одного интереснейшего кластера, который на наших глазах формируется спонтанно у нас, а мы об этом не знаем и не говорим. А катализаторный кластер Новосибирской области. Давайте посмотрим. Институт катализа реально самый сильный российский научный центр в этой области. Причем это не только наука, это и опытные производства, и так далее. Мощная связь с Сомским, с Сомским институтом, нашим академическим, и так далее. Второе. СКТБ катализатор. Кто знает, что это самый крупный проект производителей катализаторов в России? 90% с лишним на экспорт отправляется. Обладатель премии «Золотой Меркурий» лучший экспортер России. Многочисленный конкурс именно по новой развитии, там, лучший экспортер, национальный рейтинг быстро растущих компаний «Текуспекта», национальный чемпионы. Второе во всероссийском рейтинге после концерна Калашникова, почти 4 миллиарда рублей, и очень амбициозные планы. Сейчас они идут на сильный альянс и прописывают соглашение с институтом катализа, и имеются все возможности, чтобы вы стали российским лидером. Это создание Центра Компетенции Мирового Урая по исследованию и испытаниям производства катализаторов для нитки и переработки. А мы не знаем таких наших национальных чемпионов, и не говорим об этом. Мы знаем, как флагманский человек, в церкви, в церкви. Э-э-э, мы вот... А почему? В общем, а я вам хочу сказать, тот самый случай, когда эти ребята к нам пришли и сказали, мы хотим быть в программе ЮДИЦЕЛИЗА, после того, как мы уже, помню, утвердили, это уже после того, как программа была утверждена, и мы этот, конечно, класс, мы этот СКТБ, катализатор, это был очень сильный проект. Нужно развитие, нужно становление на новый уровень. Это тот самый пример, когда уже можем быть в категории не просто флагманский проект, а именно новый уровень. Поэтому я буду сейчас завершать, коллеги, поэтому хочу сказать, что, говоря о перспективах нашего региона, об образе будущего, мы все-таки должны быть немножко фантастами, в хорошем связи со словом, но фантастами и реалистами. Мы должны фантазировать, понимая ту твердую основу и ту твердую землю, на которой мы находимся. Мы очень понравились, что только что выступление было господин Интереевича блестяще покажет, что мы сильнейший транспортный хаб, наша будущая специализация мощнейшая. Но мы реально можем стать, если в терминах хабов, не только сибирский предпринимательский хаб, это здорово, потому что, когда мы говорим по возможностям развития малого и среднего бизнеса, мы видим, что здесь у нас мы сильно опережаем другие территории. Но мы можем четко ставить вопрос о том, чтобы стать национальным, научно-интеллектуальным и инновационным хабом всей России, востока России, по крайней мере, завязываясь существенной степенью взаимосвязанными с этими гигантами, как Китай, Индия. Почему мы не используем возможности БРИКСа в этом направлении? Это тоже важнейший. Именно в терминах хабов. Потому что сейчас, я еще раз подчеркиваю, совсем другой бизнес. Бизнес, управление, наука, они уходят от линейной схемы. Идут сетевые взаимодействия, понятие хаби становится просто одним из сильнейших. Поэтому здесь мы должны посмотреть на такие возможности. Мы должны, безусловно, за фрукту экономику самое главное внимание обращать. Я хочу сказать следующее. Вот говорим о разработке стратегии, программ и прочее. Предмет моего профессионального, друзья, это программа реиндустриализации, которая состояла в частности потому, что мы проходили к этой разработке не просто к документам, которые нужно разработать, положить на полку, утвердить и забыть о них. С самого начала мы говорим, все, я заканчиваю, все, заканчиваю. Мы, когда эта программа донатогеномична, каждый год нужно перезагружаться новыми проектами, новыми стратегическими инициативами, в том числе такими, как стратегическая инициатива национальной сибирской налогополисах, а не в городах 2.0 и прочее. Так вот, та стратегия, которая сейчас, она должна перезагружаться так же не раз в 10-кет актуализация стратегии, а раз в 3 года, потому что, еще раз подчеркиваю, для того, чтобы угадывать эти тренды, они могут возникать ровно. Может, мы должны это сделать более другое? Спасибо, Вячеслав Евгеньевич, не все ваши высказывания мы принимаем однозначно, но я хочу сказать, что вот здесь, институт экономики, тоже не нужно занимать выжидательную позицию, а более активно участвовать в тех реальных экономических процессах, которые у нас идут. Нет, мы не виноваты. Вот надо пойти от вот этой парадигмы, виноваты, не виноваты, что делать? Надо просто делать, да? Вот предвидеть и делать. Следующее выступление предлагаю развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренцией представителю Марфа Юрию Ивановичу Бернадскому. Юрий Иванович, пожалуйста, основные тезисы, да? Спасибо, Юрий Витальевич. Коллеги, мы многократно, в том числе в институте экономики в Агдемпарке обсуждали вот эту составляющую стратегию, что мы вообще понимаем по стратегии развития. Это реализация, в первую очередь, конкурентных преимуществ – знания, технологии, компетенции. Технологии – это как раз обрабатывающее производство, в первую очередь, которое сегодня составляет почти 18%, о чем говорила Ольга Витальевна. Задача, значит, все-таки довести эту долю больше, более чем до 21%. При всем при том мы понимаем, что сфера услуг и инфраструктура – это тоже драйвер развития. Но основа, а если говорить о налоговом, в ступенях 30% – это все-таки обрабатывающий проект у промышленности. Но я бы еще один пример привел в дополнение к тому, что Вячеслав сейчас говорил, о мировых лидерах, которых мы, может, не знали 10 лет назад, компания «Амазон». Вы все знаете, миллионы людей работающих, и вот чего нам не хватает? Нам не хватает вовлеченности каждого человека в решение задачи экономического развития. Если говорить о предпринимательской активности, это как раз вот эта категория, у нас массовая вовлеченность в бюрократические документы оборудования при существовании электронного правительства при всех колоссальных шагах продвижения в этом направлении. У нас массовая вовлеченность всех, без исключения, в деятельность контрольно-надзорных органов. При этом мы понимаем, что мотивация отдельного человека, его компетенции понятна, его квалификации в Новосибирске, кстати, сегодня является центром Сибири по внедрению национальной системы квалификаций. Это основа, но вовлеченность и для этого, в данном случае мы говорим о стимулировании предпринимательской активности. Вот для этого как раз и должны быть направлены все и стратегии, и программные документы, и деятельность государственных муниципальных органов, в том числе меры государственного стимулирования. Я, если я цифру приведу, чтобы было понятно. За 10 лет объем промышленного производства вырос почти в три раза. Доля и оборот малых и средних предприятий точно так же. Больше чем полтора раза выросла доля малых предприятий в общем объеме действующих компаний. И то, что сегодня является, на наш взгляд, ключевыми индикаторами стратегии развития Новосибирской области, повышение ее эффективности, ее экономики, это в том числе увеличение доли производственных предприятий во всех сферах и малых предприятий, и средних, и крупных, ну, примерно 5-7% ежегодно. Но при этом мы понимаем, что достижение такой задачи не как самоцель, а как способность противостоять негативным тенденциям в экономике и агрессивным вызовам, это как раз та основа для повышения эффективности нашей области. И это может обеспечить, в первую очередь, рост инвестиций, опережающий рост инвестиций, если говорить о промышленности, то 20% ежегодно, минимум. Понятно, что собственных инвестиций не хватает, хотя вот те успехи, которые мы видим, они достигнуты в большей степени благодаря внутренним инвестициям, тем, которые предприятия могут за счет своей прибыли, за счет своих дополнительных ресурсов, партнеров, за счет кредитных ресурсов, которые можно сюда же причистить, поскольку их потом надо когда-то отдавать. И вот этих ресурсов катастрофически не хватает, это одна из ключевых проблем и сдерживающих факторов. На наш взгляд, необходимо, в первую очередь, создание более благоприятной деловой среды, предпринимательского климата. Это и стимулирующие налоговые режимы, это доступ и наличие инфраструктуры в достаточном объеме, в том числе и переформатирование размещения производительных сил и, значит, повышение эффективности деятельности промышленных зон, и деловое сотрудничество власти и бизнеса. Не только государственно-частное партнерство, а деловое сотрудничество, когда начинается с формирования упакованных проектов, инвестиционных проектов, и заканчивая инициативой самого правительства по формированию этих проектов, по продвижению их от первого шага и до завершения. Мы все понимаем, что технологический прогресс ускоряется, стремительно ускоряется и очень сильно сокращается срок, который отпущен любому инициатору инвестиционного проекта на его реализацию. И это задача, на которой мы должны работать все вместе. Нужно стимулировать и поддерживать не только растущие предприятия, понятно, в первую очередь, но и предприятия, которые создают новую продукцию, до сих пор непроизводимую в Новосибирск области, в те направления, которые у нас сегодня нулевые. Я сейчас не только от себя выступаю, большая группа экспертов, и это вот такие концентрированные, на наш взгляд, ключевые понятия. Начиная от формирования инвестиционной карты, которая бы определяла и зоны эффективного развития, и отрасли приоритетные, и обеспеченность инфраструктурой вот этих объектов и тех ключевых направлений, в том числе и территории, опережая социально-экономическое развитие, которое вот мы сегодня видим, ну, как минимум, может быть, пять в Новосибирской области, может быть, даже больше. Необходима прямая связь инвестора с руководством региона. Это начиная от губернатора и заканчивая руководителями профильных министерств. При всем при том, мы понимаем, что где-то в одном ведомстве должно быть сконцентрировано все, что относится к реализации инвестиционных проектов, решению инвестиционных вопросов. Это вовлеченность и включение предприятий малого бизнеса, среднего бизнеса. У нас в области почти все предприятия, 99% среднего бизнеса, мало. Включение их технологические цепочки. Как госкорпорации, крупных компаний, крупных заказчиков, так и используя инструменты федеральной государственной поддержки. Это Федеральный фонд развития промышленности. И то, что в этом году создан региональный фонд развития промышленности, задача его наполнения для того, чтобы теперь мы могли уже в миллиардах исчислять средства, которые направляются на проектное финансирование. Не по 100 миллионов ежегодно, как вот реально можно было обеспечить в предыдущие годы, а кратно увеличить и даже многократно увеличить этот ресурс. И для этого есть такая возможность. Мы видели по итогам прошлого года, что бюджет Новосибирской области прирост, причем прирост с опережающими темпом для отношения к инфляции и к росту валу регионального продукта. Наше предложение какую-то долю из прироста доходов бюджета, сверх планов, формировать в фонд развития региона. И учитывая, что промышленность это базовая отрасль, обрабатывающая производство, половину от этого фонда развития направляет на реализацию инвестиционных проектов, как возвратные средства, как средства дешевые, те, которые могли бы оперативно именно те направления прорыва финансировать. И это, на наш взгляд, может быть, мощным стимулом для развития промышленности в целом. Спасибо. Спасибо, Юрий Иванович. Я хочу напомнить, вот Юрий Иванович сказал, что нужно нам как минимум пять ТОС. Вот у нас сейчас есть промышленно-логистический парк, это 2000 гектаров, где есть вся инженерная инфраструктура. Приходите и размещайте свои новые производства, если они вам нужны, или, например, транспортно-логистический комплекс. У нас есть частные, восточные ПЛП, которые работают в этом же направлении. У нас есть уже сейчас Ленево, как ТОС федерального уровня, и я думаю, что в ближайшее время у нас будет присвоен этот же статус горному. Поэтому я считаю, что вот сейчас у нас таких площадок для привлечения инвестиций более чем достаточно. Давайте работать с реальными проектами. Все остальное, о чем говорил Юрий Иванович, мы, безусловно, будем в дальнейшем обсуждать. Я хочу предоставить слово Соколову Сергею Львовичу с выступлением на тему Новосибирской области, Сибирский предпринимательский хаб. Доброе утро, уважаемые участники круглого стола. Действительно, Технопром стал такой визитной карточкой Новосибирской области, и подтверждением тому является визит вчерашнего президента на нашу площадку. Действительно, так сложилось, что Новосибирская область за не только транспортный, миграционный, технологический хаб, но и предпринимательский хаб. Действительно, и то, что отношение к предпринимательству к частной собственности за последние сто лет менялось диаметрально противоположно. И, скажем, лет 30-35 назад тема моего выступления, она бы, наверное, считалась не только фантастической, но и, наверное, политически вредной. Ну, есть мировая экономика, опыт развитых стран, где доля для удельного веса малого и среднего бизнеса в ВВП, он существенный, где-то там 40% и больше. И в связи с чем образ будущего Новосибирской области 2030 года формируется в том числе с участием малых и средних предприятий. Итак, предлагаю посмотреть, где мы, как Новосибирская область, сейчас находимся с позицией малого и среднего предпринимательства. Итак, коллеги, хорошая ситуация. Новосибирская область занимает лидирующие позиции по развитию малого предпринимательства с учетом микропредприятий. У нас первое место в Сибирском федеральном округе, 25, почти 26% от общего количества предприятий и пятое место в Российской Федерации. По среднесписочной численности у нас первое место и восьмое место в России. По обороту продукции первое место в Сибирском федеральном округе, 30% практически, и шестое место в России. По объему отгруженной продукции первое место в округе, шестое место в России. По объему инвестиций, в основном капитал, первое место, 13 место в России. На территории Новосибирской области, по данным Единого реестра, порядка 146 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, это с учетом индивидуальных предпринимателей, оборот малых и средних предприятий в 2017 году составил порядка 1,5 триллиона рублей, что составляет практически 54% от оборота всех организаций в области. И темп прироста оборота МСП в 2017 году в текущих ценах к уровню 2016 года 35%. Средняя списочная численность без внешних совместителей малых и средних предприятий в 2017 году составила 303 тысячи человек, что составляет 34% от средней списочной численности работников. Объем отгруженных товаров, работ, услуг, собственного производства малых и средних предприятий в 2017 году составил практически 600 миллиардов рублей. По структуре оборота есть интересная диаграмма, где видно, что у нас, конечно, большую часть занимает оптовая и розничная торговля, это исторически сложилось так, но тем не менее достаточно диверсифицирован оборот на иные направления. Транспорт, строительство, обрабатывающее производство в том числе. В настоящее время, ну, это результат, да, результат он достижим и благодаря тому, что в Новосибирске проводится, ну, серьезная системная работа в этом направлении. Давайте посмотрим, что сделано. Срок, ну, за последнее время, да, срок государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя не более трех дней. Созданы многочисленные электронные сервисы, регистрации, что очень удобно. В Новосибирске в области приняты законы о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавшихся и применяющих упрощенную систему налогообложения по определенным акведам. Создана инфраструктура поддержки, она действительно многочисленная, и она вся работает, и загруженная. Бизнес-инкубаторы, гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, центр поддержки и экспорта, центр прототипирования, инженеринговые центры, центры субконтрактации. В 2017 году в помощь предпринимателям сформированы перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам предпринимательства, что существенно экономит иногда первоначальное вложение. В рамках региональных программ развития МСП реализуется механизм льготного лизинга, что тоже для старта очень важно. Проводится мероприятие по расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к государственным закупкам. Здесь статистика такова, что есть на чем поработать в целом, по данным корпораций МСП, из 6 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах участвуют 50 тысяч субъектов, что менее 1%. Но это серьезный задел, потому что государство в этом способствует, установив квоты для малого бизнеса. Ну и, конечно, тот резерв, который в этом скрыт, он очень серьезный. Для субъектов малого и среднего бизнеса на территории Новосибирской области реализуются многочисленные образовательные проекты совместно с корпорацией МСП, российским экспортным центром, в том числе с опорой России. Стратегической целью развития предпринимательства в Новосибирской области как такого масштабного резерва экономического роста является обеспечение прорывного экономического развития на базе важнейших наших конкурентных преимуществ – знаний, технологий, компетенций. Целью реализации направления социально-экономической политики Новосибирской области на 19-30-е годы по развитию малого и среднего предпринимательства является повышение эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики, формирования малых и средних предприятий. Основными задачами достижения указанных целей является первое – снижение, содействие снижению расходов малого и среднего предпринимательства, связанных с прохождением административных процедур, стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, содействие расширению рынка сбыта продукции малых и средних предприятий, в том числе содействие экспорту. У нас в первый день была площадка отличная по акселерации малого и среднего предпринимательства, так вот уже многие региональные практики замыкаются не только на том, чтобы дать компетенции, знания, показать, как это надо делать, но и на том, чтобы в итоге эти предприятия стали конкурентоспособны на мировом рынке. То есть это и есть суть этой акселерации. Создание условий для повышения производительности труда. Не секрет, что производительность труда в развитых странах несколько иная, это серьезный ресурс и экономия, в том числе для бизнеса. Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства, особенно для микробизнеса. Естественная ситуация, когда банки предъявляют определенные требования к качеству заемщиков, и не всегда малый бизнес, особенно на старте, этим требованиям удовлетворяет, поэтому одной из таких, одной из задач, это решение вот этого вопроса. Содействие и укрепление кадрового потенциала у субъектов малого и среднего предпринимательства. Интересная тенденция. На сегодняшний день в бизнес приходят люди, собственно говоря, раньше не занимавшиеся, с высшим образованием, поскольку те профессии традиционные, которые мы все знаем, к примеру, престижная профессия юриста, они в связи с автоматизацией становятся невостребованными. Сбербанк в прошлом году сократил 8 тысяч юристов, но представляете, какая армия серьезно подготовленных, компетентных людей, я думаю, в том числе, стоит перед выбором, что делать дальше, может быть, стать предпринимателем, наверное, им станет, скорее всего. Да, я хочу. Значит, далее, основными приоритетными направлениями в секторе предпринимательства являются развитие малого и среднего предпринимательства как масштабного резерва экономического роста, второе, превращение Новосибирской области в территорию приоритетного конкурентного размещения высокотехнологичных малых и средних предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию мирового уровня. Вот на сегодняшний день доля инновационной продукции у малого бизнеса имеет серьезный потенциал к росту и невысока. Сценарии развития малого и среднего предпринимательства. На рабочей группе Минпромторгом рассматривались три сценария. Это консервативный, целевой и инновационный. Я предлагаю остановиться на инновационном именно сценарии. Для обеспечения этого сценария, который предполагает значительное, в том числе, качественное изменение структуры малого и среднего предпринимательства, увеличение доли обрабатывающих производств в обороте малых и средних предприятий, необходимо создание условий для развития инновационного предпринимательства. На этапе предполагаемого оживления 2019-2024 года необходимо создание условий для реализации проектов малых предприятий в сфере промышленного производства, в том числе за счет развития проектного финансирования, создания промышленных площадок, в том числе муниципального уровня, развития инжиниринговых центров, содействующих продвижению на рынок новых товаров и модернизации производств на малых предприятиях. Поговорить о возможных вкратце ограничениях, естественно, вот сегодня коллеги говорили о том, что человек располагается, есть все-таки обстоятельства внешние, мы в них находимся. Отмечаем следующее. Сергей Римович, Вы отнимаете время еще трех докладчиков, а мне бы очень хотелось, чтобы мы все-таки об этом поговорили. Можно завершить в двух словах? В завершении хотелось бы сказать, что ко всем инструментам, перечисленным, хотелось бы то, что прорыв был обеспечен не только вот такими, скажем, идеями, да, и инструментами, а в том, что мотивация, внутренняя мотивация у человека, у особенно молодых людей, стать предпринимателем, она была главенствующей над тем, над той мотивацией, чтобы идти, собственно говоря, по найму и делать то, что говорят. Когда человек будет проявлять инициативу, созидать, тогда все инструменты ему в помощи. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу, чтобы мы перешли к еще одному очень важному виду деятельности, перспективному для Новосибирской области, особенно с учетом экспортного потенциала, это как и к промышленному комплексу. Сергей Александрович Ляхов, пожалуйста. И очень прошу придерживаться регламента. Спасибо, Виктория. Постараемся. Понимаю, что уже подустали, поэтому вкратце я рад об основном. Эконио АПК-холдинг в огромном секторе России. Мы за недолгие, чуть более 10 лет своей истории в холдинге сейчас знаем первую строчку в российском рейтинге по производительству ровного АК в России. Основные цифры можно наблюдать на экране, не буду повторять все это дело. Первые в России в десятку крупнейших частных компаний в мире входим уже по производству сырого молока. Наши предприятия располагаются в 6 регионах. Буквально месяц назад еще в 3 регионах присутствия увеличили. Поэтому сейчас в 9. В Новосибирской области холдинг представлен компанией «Сибирская Нила». Цифры тоже все на экране. Ну, мы по Сибирскому федеральному также первые по производству сырого молока. И в этом году удвоим это производство. Благодаря чему все это делается? Концептуально новые подходы. Первые 5 лет мы где-то экспериментировали, даже 7, я бы сказал, с форматами. То есть реконструкция старых ферм, допустим, строительство, реконструкция, модернизация каких-то маленьких объектов. Потихонечку в итоге пришли к двум форматам. Это комплекс на 3 тысячи коров и комплекс на 6 тысячи. Сейчас уже вместо экспериментов идет просто масштабирование. И процесс от начала проектирования до сдачи в эксплуатацию, где-то занимает от 6 до 8 месяцев. Работаем обязательно со всеми софтами современными, мировыми, которые существуют. Вот, допустим, программа «Дайвиком». Это не просто ручное управление, это автоматизированное управление стадом. И человек вместо специалиста в обычном понимании уже переходит в статус оператора. И аналитика, да, его задача просто проблемные точки в стадии выявить и, соответственно, сделать анализ. И воздействовать на эти точки, чтобы быть, ну, скажем, впереди и добиваться поставленных KPI. Ну, эти вот эти анализы, грушные метки позволяют каждую корову идентифицировать индивидуально. И в итоге в общую базу данных сводить, для того, чтобы работать с этими аналитическими возможностями программы. Ну, допустим, результаты – это 30 прогрейт. Это один из лучших результатов, в принципе, по миру, да, то есть, которые сейчас достигаются в воспроизводстве стада. Это уже реалии на наших комплексах, соответственно, если смотреть в мировом разрезе, мы абсолютно спокойно можем конкурировать в животноводстве с такими монстрами, как Израиль, США, Канады и так далее. Точное земледелие в экономике, пока холдинг – это развивающееся направление, не все еще получается. Потому что старые, скажем так, закостенелые механизаторы еще сидят в тракторах, приходят на смену молодежь. И, соответственно, ну, если вкратце проточное земледелие, сейчас в России ряд ограничений законодательных существует, то есть обязательно в тракторе должен быть оператор. В мире, в некоторых странах уже все это отменили. Соответственно, мы, я думаю, в течение 5-7 лет придем к тому, что в поле один оператор будет управлять блоком тракторов, 4-5 тракторов, а остальное все будет делать в системе навигации, мониторинга и так далее. То есть потихоньку мы уйдем на уже, скажем так, безлюдные технологии в сельскохозяйственных. И вот эти, соответственно, слагающие системы, систему спутников, мониторинг для транспорта во всех предприятиях уже практически на 100% внедрена система навигации автопилотирования, ну, при участии операторов в кабине, это тоже практически на 70-80% метеостанций. Для анализа сбора данных, в том числе по годам, да, для того, чтобы оптимальные фазы посева, уборки, работы с культурами внедряем эффективно дифференцированное внесение удобрений. Это пилотный проект, еще не все до конца получается. Смысл в том, что на одном поле разница в урожайности может достигать 10 раз. То есть на одном краю нам 2 центра с гектара, на другом 10. А удобрения по старинке мы вносим в порву, да, то есть, допустим, в ДВ 100 килограмм селитра и поехали. Благодаря вот этому дифференцированному внесению мы можем, соответственно, там, где нет питательных веществ, дать больше, там, где они в избытке, вообще ничего не сомневается. Смысл такой. Вот так это выглядит на картах мониторинга, вот эти красные пятна, это дефицитные, синие, профицитные, ну, такие вот вещи. Спутниковые снимки полей, смысл тот же самый. Вовремя, ну, то есть не так, как грантон у нас вышел в поле, да, допустим, в августе, в сентябре месяце, и там примерно, ага, тут урожай будет 4-5 тонн с гектара. Мы уже до, скажем так, до массовой вегетации растений уже понимаем, какие проблемы и где есть моменты, которые могут быть корректированы. Каптирование урожайности то же самое. Это первичка, то есть, после получения данных урожайности мы можем, соответственно, дефицитировать удобрения, оптимизировать пассивные вещи и так далее. Использование дрона, также сейчас прорывная технология в Экани, с помощью него агроном видит полную картину в поле, а не то, что заехал, посмотрел с одного края, хватило у него дальна зоркости, допустим, на 100 метров, а дальше, что в середине, на другом поле он не видит. Ну, как правило, из-за этого большие потери в урожайности и какие-то ошибки, то есть, по использованию химии. Ну, это все информационные платформы, системы, среди мониторинга. И, соответственно, постепенно наша компания переходит к созданию высокотехнологичной переработки и даже, скажем, не только высокотехнологичной, но и глубокой переработке сырья, которого мы в избытке производим, строительство сырозавода. То есть, сейчас, ну, все коллеги уже говорили о конкурентных преимуществах Новосибирской области. В сельском хозяйстве мы видим, ну, основные два преимущества. Это огромное количество дешевый и эффективно не работающий пашель. В мире, в принципе, ее все меньше и меньше остается. Европейская часть России, особенно юг, там уже все интенсивно настолько, ну, как сравнение с, допустим, ну, самыми развитыми странами, Европа, там, США и так далее, то в Сибири еще потенциал другой, я думаю, ну, практически 5-6-кратный есть по повышению урожайности, эффективности и так далее. И второе логистическое преимущество, то есть все-таки 2 миллиарда людей у нас, вон, за забором живут, которые кушают 3 раза в день, да, соответственно, им нужно эту еду предоставить. А почему глубокая переработка? Потому что, ну, скатываться в сельском хозяйстве на уровень, допустим, деревообрабатывающих промышленностей, которые сейчас из Красноярска, Томска, Новосибирска, ну, если не кругляком, то, по крайней мере, черной древесиной вывозится лес. Ну, это, конечно, катастрофа. То есть мы считаем, что все-таки нужно сконцентрировать большие объемы сельхозпродукции, то есть молоко в сыры, там, в какие-то вальгумины, в такие высоко маржинальные вещи, зерно разделить на крахмал, протеин и, соответственно, в этом сегменте производить товарооборот. Поэтому, скажем так, задача на ближайшие годы в Новосибирской области, какая важнее, даже не могу сказать, и обе на первом месте у меня стоят. Это создать высокотехнологическую глубокую переработку и прорубить окно в Китае. Вот, в прямом смысле. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Я думаю, что все, что мы не хотим, что мы хотим. Многие, я думаю, что не ожидали, что у нас в Новосибирской области есть такие высокоразвитые сельскохозяйственные предприятия, использующие самые современные технологии. Поэтому и в будущем у нас, безусловно, в этом направлении есть. Мы переходим к заключительному блоку, в нем будет два выступления, причем специально подумано, что это разные люди. Ирина Манжоловна Трайвина – это представитель нашего крупнейшего объединения, производителя программного обеспечения. И Александр Петрович Карпик, он, с одной стороны, ректор, то есть он готовит этой кадры, а с другой стороны, он представитель инновационного бизнеса, который разрабатывает новые технологии. Поэтому, Ирина Манжоловна, вам слово, пожалуйста. Яркий доклад предыдущий показал, как меняется предприятие даже в области сельского хозяйства, если применить высокие технологии, в том числе информационные. На вот этой инфографике я хотела показать, что, значит, показаны компании, внизу линейка по годам, значит, компании, появляющиеся компании на мировой карте, значит, экономической, стоимость которых превысила миллиард долларов. Значит, и мы видим, что с годами их частота, их, ну, серьезно, так сказать, увеличилась, да, то есть мы живем время, когда вот эти компании, миллиардеры, да, долларовые, появляются все чаще и чаще. Вот на этой инфографике показаны, вот как раз-таки эти компании, входящие в клуб миллиардеров, разбитые по, ну, скажем так, отраслям. То есть мы видим, какие направления, да, в каких направлениях возникают эти компании. Это вот такая мировая карта довольно любопытная, которую, ну, можно изучить. Тут есть, ну, известные нам компании, как Uber, BlaBlaCar, Get и так далее, ну, и много других интересных, которые наверняка люди знают. Это, собственно, как двигается мир в этом направлении. Значит, немножко хотела показать, что такое информационная технология в Новосибирской области, отрасль. Вот эти данные были предоставлены департаментом информатизации, областным департаментом информатизации на форуме СИИС в этом году. То есть мы видим, что, цифры не буду озвучивать, мы видим, что по, так сказать, наша отрасль сравнялась Новосибирске со строительной отраслью. Причем хочу сказать, что, конечно, эти отрасли развиваются безо всяких преференций, безо всякого представительства и лоббирования в законодательном собрании и так далее, и так далее. То есть это отрасль растет, которая, ну, скажем так, при минимальных затратах со стороны государства. Ну, на самом деле, на нас и не обращали внимания, пока вдруг все не обнаружили, что у нас вдруг цифровая трансформация вообще жизни происходит. И она происходит стремительно, на это обратило внимание государство, цифровая экономика, появилась программа. Мы оценивали, что такое Новосибирская область на, так сказать, на карте России, сколько отрасль занимает, по нашим оценкам, это ориентировочно 5%. Причем мы, как регион, стоим на третьем месте, то есть вслед за Москвой и Санкт-Петербургом стоит Новосибирская область, но вот на остальные регионы вообще остается там порядка 6-7%. Если ориентироваться на показатели, которые заложены в программе цифровой экономики до 2024 года, и если нам сохранять эти 5%, то вот я показала, да, сколько мы должны выпускников, значит, вузов иметь в год, значит, ну, по данным специальностям, чтобы вообще это произошло. И также точно небольшие вот оценки с точки зрения, значит, формирования исследовательской компетенции. Что хочу сказать, что на самом деле Новосибирская область по силам сделать и больше. То есть если мы поставим задачу преподавать информационные технологии в обязательном порядке для всех школьников, всех школ Новосибирской области, а также сделать это для вузов и сделать серьезные межвузовские программы, усилить их, мы сможем не только себя обеспечить кадрами, но и действительно быть серьезным источником кадров, то есть экспортом кадров заниматься и для России, и для мира. Ну, собственно, для мира мы уже занимаемся. Хотелось бы, чтобы с этой точки зрения регион нас поддержал с точки зрения закрепления кадров на территории. Ну, еще хотела немножко там подумать по поводу точек роста, да, то есть мы считаем, что да, мы должны более плотно работать с вузами и институтами с точки зрения формирования центров компетенции, и это нам по силам. Нужно усиливать программы, особенно в, так сказать, в компьютер-сайенс, почему мы считаем, что нужно учить не только современному софт-энджереднирингу, но и учить ученых, которые, когда у нас появятся эти ученые, когда они будут сильны на международной науке, тогда, собственно, у нас появятся шансы на появление собственных платформ. Мы считаем, что поскольку очень многие компании Новосибирской области, их много, они маленькие, да, и очень много работают на глобальный рынок, им под силу и для Новосибирской области, и для гос-корпораций крупных и средних компаний предложить уникальные и наслажденные продукты. Пока что рынок в России все равно еще очень слабый. Вот, и немножко хотела поговорить по поводу трансформации традиционных отраслей промышленности. Я вот в первый день была на круглом столе, который как раз-таки по цифровой трансформации промышленности книгинин вел очень интересный круглый стол, и, в общем, для себя сделала вывод, что государство на самом деле не очень много может сделать в этой области. Вот, допустим, 10 тысяч там средних крупных промышленных предприятий в России, из них, ну, может быть, 100 помогут перевести на этот цифровый рельс. Это ни о чем, то есть цифровая трансформация не получится. То есть по итогам этого круглого стола у меня сложилось впечатление, что на самом деле цифровая трансформация может получиться, если собственники и топы этих предприятий смогут понять, что в первую очередь нужно менять бизнес-модели, серьезно менять, и только тогда все остальное подтянется за собой. То есть тогда будет цифровизация собственного производства и управления и прочего-прочего. Ну вот, спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Ванжоловна. И я думаю, что вот как раз сидящий рядом с вами Сергей Александрович Шляков показывает, что бизнес это уже понимает. Причем вот в такой традиционно считающейся как бы инертной сфере, как сельское хозяйство, вот он прекрасно это показал, что это работает. Хотелось бы, чтобы он использовал в том числе и наши дроны, и наше программное обеспечение. Они импортные, так что вам нужно установить деловые контакты. Александр Петрович, карпик, пожалуйста. Добрый день, спасибо за приглашение. Это очень интересная тема, и может быть мое уступление несколько будет необычным, но мы живем в этом формате, общаемся с мирным сообществом, и видим, какую роль играет именно информационная среда современная, цикоточная, для развития территории, для их использования эффективного, правильного, и какой вклад может это ввести в экономику любого субъекта федерации. 20 век. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Сейчас век цифровой экономики, и все понимают, что важным звеном экономики является информация. Но не просто информация, а кто умеет систематизировать информацию, получать из нее знания, тот правит миром. То есть концепт меняется, и это тоже немаловажно. И именно в этот период мы обращаем внимание, что информация и знания становятся экономическими категориями. Причем экономическая ценность знания гораздо выше экономической ценности информации. Но без нее знания не получится. И очень важный элемент, модель формирования знания ценности данной, информации, знания. Это ценность. Просто один из этих элементов, он ничего из себя не представляет и не дает возможность их правильно использовать. Ну и пример небольшой я привел, чтобы было понимание. Данные – это цифровой космический снимок, информация – это значение индекса NVI в пределах полей. И знания – это область повышенного значения этого индекса для решения тех или иных задач. Таких элементов очень много, и они должны применяться, используя современные цели. Ну, цели создания, мы придумали, как бы, вынесли новые термины – когнитивные, геокогнитивные. То есть это постраданная привязка, это движение развития. Я об этом не буду останавливаться. Модель, система, она многофункциональная. Она состоит из набора любых ресурсов и компетенций, которые, в принципе, существуют. Отображение решения приносит новые знания. И, конечно, важный элемент в этой модели является искусственный делик. То есть он на основании тех данных, которые есть, и знаний, он может решать любые задачи. Тем более, может очень подсказывать, куда идти коровь, и какой есть трамп в определенный момент времени. Это тоже вполне решаемо, это вполне, в общем-то, реально. И еще один такой важный элемент в системе искусственного деликта – это распознавание образа. Решение любых задач, как, что, чего, куда получается, дается ресурс, и он позволяет, конечно, двигаться вперед и получать хорошие результаты. Значит, есть много примеров формирования и использования этих модельных решений, для решения целого кругомасштабных задач. Сейчас решается все по-другому. Сейчас решается все, ну, на бумаге, значит, на коленях. Весь мир живет вообще в другом формате, и мы тоже можем предложить это применять, использовать в нашем замечательном субъекте федерации. Хорошо. Здесь есть некие примеры, значит, реализации, значит, этих технологий. Пример, допустим, мы разработали систему мощную по ГИЧС-паводах. Она реальная, не хватает немножко эффекта присутствия моделей, которых в области нет. И можно наблюдать, допустим, за мониторингом уникальных сооружений мостов и другого. Это все интерактивно, это оперативно, быстро, современно. И тут же предлагается инструмент вопрос «ну и что?». Есть набор целых компетенций, и во всем мире это давно работает. Мы предлагали лет 15-20 назад, в частности, с партнером в Питере, который занимается геоаналитикой, геоменеджентом, геомаркетингом. Это очень интересно. Мы оживились, и у нас сейчас с ними тоже будет интересное решение. Потому что эти инструменты позволяют правильно использовать территорию. Где что построить, где что поставить, почему, зачем и как, и что это принесет. И с точки зрения социалки, и с точки зрения экономического ресурса, это очень важный момент. И это реальность, которая существует и есть во всем мире. Здесь есть много примеров реализации. Я не буду на них останавливаться. Времени уже мы взяли. Для этого много. Их очень много. Мы при подготовке визита президента сделали большую работу. Делали 7 проектов. Академия города 2.0. И моя команда работала день и ночь полтора месяца. Это очень интересно. Мы для себя очень много узнали и увидели. И именно показали современный подход к формированию тех или иных проектов и решений. Формирование территории и формирование медических моделей территории, которые развиваются. Даже сделали виртуальное путешествие. Можно на стыде Академии города посмотреть по Скифу 2.0. Меня это впечатлило. На экране это одно. А когда сам там походишь, под перемещаешься и почувствуешь, потрогаешь, то это совсем другая история. Тривиальный пример. Например, Решилмассио-Восточный. Мы сделали пилотный проект на нашей мэрии и показали, как можно использовать и решать задачи. Мгновенно, быстро, никуда не бегая и ни с кем не созваниваясь. Здесь модель, здесь есть все ресурсы в своем виде, в том числе коммуникация и элементы внутреннего устройства. И показали пример развития территории мониторинга. Есть площадка с левой стороны, есть просто бумага, где нарисованы решения того или иного. И потом, с правой стороны, вы видели, как эффективно все это дело показывается с помощью гимн-технологий. Это вау. Значит, теперь зачем? Их зачем очень много. Но я скажу, что занятия на Сибирьской области, реализация этого подхода, занятия на Сибирьской области, лидирующих позиций среди регионов России, реализация национальной программы цифровой экономики и стратегии, пространство России, это реальность. Потому что здесь строятся колоссальные ресурсы, которые, в принципе, есть. И вот ожидаем результаты. Это коллапс из того, что у нас есть, собирается куча, и потом мы увидим то, что будет. И самое главное, что это вполне современно, это вполне реально. Если говорить о финансовой стороне, мы даже делали эффективное использование траффорных потоков с помощью нашей технологии. Это примерно плюс 4% в РФ в Сибирьской области. Если здесь разобраться, здесь экономика везде, на этом заняты все ресурсы. Сельское хозяйство, транспорт, туризм, строительство, лесное хозяйство. Это будут колоссальные деньги, вы даже даже себе не представляете, сколько мы можем сэкономить, и как мы можем правильно сближаться тем богатством, которое у нас в современных условиях есть. Поэтому наш университет готов ложиться. У нас есть много работок и заработок, они всем мирового уровня. Мы ежегодно ездим на интергию и показываем то, что мы можем сделать. И уже начинается понимание других регионов, то, что мы были в Вологде, где был наш губератор-мэром, показали им, были в Уланды, в двух регионах России, и наращивая партнеров, которые, в принципе, готовы работать в современном стиле. Спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Я думаю, что осознание, где можно применить, в какой сфере деятельности, на каком предприятии. Вот эти возможности, о которых говорил сейчас Александр Петрович, оно требует некоторого времени. Но я хочу обратить внимание на это. Вот его технологии, о которых он сейчас говорил, как раз экономят это время, позволяют нам не только догнать, но и перегнать в чем-то другие мировые компании. Поэтому мы должны с вами стремиться именно к этому. Мы на нашем круглом столе рассмотрели те перспективные сферы деятельности, которые, на наш взгляд, будут характеризовать экономику Новосибирской области 2030. И очень хотелось бы, чтобы все сидящие в этом зале действительно работали. Вовлеченность людей в этот процесс – это один из важнейших принципов реализации того, о чем мы сегодня говорили. Уважаемые коллеги, большое спасибо вам за то, что вы пришли, и за то, что вы выслушали докладчиков. Через определенное время у нас начнется пленарная сессия. Я приглашаю вас на заседание пленарной сессии. Я очень надеюсь, что все мы с вами вместе будем разрабатывать новые проекты, их реализовывать, для того, чтобы эти прекрасные перспективы стали нашей реальностью. Благодарю всем за внимание. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...